А местные жители как к вам относятся? Или вы их не видите? Да ничего, местные жители уже обзлоблены начинают становиться, потому что что у них? Все сельское хозяйство, все промышленность стоит. Шла вон мать с двумя детьми, ну и что, наши привальнули ее при детях? Завалили. Ну что, конечно, она считается, конечно, тоже враг. Если у этого пацаны уже просто на панике, он такой, что она наебашит, но нам даже отходить не разрешают. Теперь это, офигеть, можно. А как же вам туда? Минометов, танков, нахуй, он даже отходить не разрешает. А кто же такой приказ тогда? Ваши командиры ебнутые? А они там с вами тоже? Нет, они дальше. Ужас, Егор, просто кошмар. Я говорю, я сожалею, что я сюда поехал. Знаешь, я тоже уже жалею, что ты поехал. Каждый день ищу ту, блядь, я держу. Но вам ничего не говорят, да? А вы хоть связь с ними имеете, с командирами с этими? Да имеем, это нет смысла вообще. Че, дохуя? Блядь, короче, больше, чем за 4 года Чечни. Да пиздец. Ну, у нас, видишь, не озвучивают, я не знаю даже. А-а-а. Понятно. Ну, тут я смотрел, возвращаются там эти, Росгвардия, мусора, ОМОНовцы. Да, они нахуй не нужны. Они возвращаются, потому что, короче, постовки устраивают, что они не хотят дальше идти. Вот эти всякие, блядь, сестры, незаебенные боевики наши, все, блядь, засты, сдали, уебали в России. И отказываются ехать дальше. Алена говорит, сегодня к ней заходила в магазин баба из Донецка и высказывала ей, что им обещали одно жилье, дали другое, обещали по одному корню, а потом по другому. А? Беженка? Да, с Донецка, блядь. А вы тоже себе на жопу и хотите приехать сюда, блядь, чтобы вам сразу все в шоколаде было? Да, да. А еще что мы воюем, у нас как бы сейчас тоже бабки мы выкидываем. А им похуй. Ну, идите нахуй, пиздуйте обратно, пусть вас там, блядь, с точками уф закидывают. Не нравится тебя, никто здесь не держит, блядь. Я сюда никто не звал, ты сама сюда приехал. Просто понимаешь, бойцы? И сок, блядь, сытят в топливную систему в танке, блядь, чтобы, блядь, не идти в атаку. А-а-а, о-о-о-о-о, вон оно что. Молодцы, блядь, молодцы. Никому не доверяй вообще, никому. Да кому-то доверяй. Никому. Ты имеешь в виду, что ли, известно, блядь? Да, да, да. Ты чего, прикажешься? Даже начальству не верю, блядь, вон, ну, понятно, выполнять обязанность, но всегда с поправками на то, что... Нет, я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто, и все, блядь. Вот я тебе про пологи рассказывал, когда мы там сидели шестнадцать лет, блядь. Когда нас там, блядь, крошили, как котят, блядь. Он же, блядь, отправлял меня, блядь, там, на танки, блядь. Дебила кусок, блядь. Блядь, нахер послал просто, и все, блядь. Вежливо, вежливо, корректно. А ничего за это не будет, человек? Ничего не будет. К Андрюшке вчера приходил пацан, рассказывал, сколько с Мариуполя привезли. Помнишь, к нему ходил, выдаваешь на спице? Угу. Вот они на линейке были, он дивизию перевелся туда, наверх. Угу. Десять КамАЗов две недели назад привезли, в РУС-200, с Мариуполя. Полные. Там дохуя, блядь, да. Дохуя. Очень дохуя. Говорит, вообще, один дивизион, блядь, лейтенанта недавно убила вашего какого-то. Полка, я не знаю, такого. Говорит, дивизион просто, они еще живы, потому что вы, танки поэта, в обеспечении работаете. Танки, блядь, как розочки, просто как розочки, все разорванные, блядь, наши. Продолжение следует.